Здравствуй, дорогой друг! Сегодня я буду делать для себя рабочий стол. Не стол, а стул. Стул. Стул! Не стол, стул! Сегодня для себя любимого я буду делать рабочий стул. Но мне не хотелось делать что-то банальное, поэтому я подошел к вопросу достаточно необычно и решил сделать креативный, с претензией на дизайн, рабочий стул для себя. За основу формы для сидений я взял лягушки от своего Урала. Поскольку каждый раз прикладывать каждый элемент к лягушке неудобно, я решил сделать себе шаблон. После обрисовки контура я размечаю расположение ножек. А, так он с тремя ножками должен был быть. Для стула я буду использовать 22-ю трубу. Использоваться труба будет не только для ножек, но и для самого сидения. Для изготовления которого мне понадобится поделить эту трубу на 2-сантиметровые пятачки. А поскольку никаким приспособлением, которое пилит ровный металл, я пока не обзавелся, пришлось изобретать вот такое вот приспособление а-ля ограничителя. Работает это следующим образом. Край верхней профильной трубы показывает мне границу, за которую не должна вылезать моя труба. Нижняя же трубка показывает мне, где нужно отпилить. В целом приспособление относительно точное, но уж точно очень неудобное, и пилить пришлось долго. В результате получились вот такие вот симпатичные пятачки. Много пятачков, которые теперь нужно обработать. Вначале преимущественно я обрабатываю все напильником. И затем уже окончательно выравниваю с помощью болгарки и толстого отрезного круга. Дальше я раскладываю пятачки по высоте. Не то, чтобы не получилось отрезать все ровно, просто центральная часть, по моей задумке, должна быть немного выше, чем все остальное. Для того, чтобы сидеть было удобнее. Варить без сварочного стола, конечно, то еще удовольствие. И если в начале, когда нужно соединить только два элемента, ну еще как-то где-то я справлялся, то когда пришлось соединять уже несколько элементов, ну тут возникли определенные трудности. Чтобы выйти из этого положения к столу, я присоединил профильную трубу, а уже на профильную трубу набросил массу. И теперь, когда я прислоняю элементы к этой трубе, можно варить. Так постепенно, приблизительно за полтора часа, я почти сварил всю конструкцию. И когда оставалось приварить буквально четыре элемента, случилась неприятность. Сварка вдруг перестала работать и появился специфический запах. Я, конечно же, ее разобрал и увидел, что при включении она у меня каратит. Несмотря на то, что сейчас июль месяц, для того, чтобы оценить всю трагичность ситуации, вам нужно перенестись в середину мая. Ведь именно тогда я начал делать этот стул. Практически весь город сидел на самоизоляции из-за коронавируса. Ни один сервис не готов был принять в ремонт мой сварочный инвертор. Я обзвонил всех частников с Авито, но там толком тоже ничего не добился. Для меня это была, конечно, грусть, печаль. Потому что в тот момент я не знал, что вся эта самоизоляция настолько затянется. И что все магазины, сервисы будут открываться только в середине лета. А потом я плюнул на все это дело и просто купил себе новый сварочный аппарат. Какое-то время назад этим сварочным аппаратом пользовался Роман с канала сварчей в городе и был им очень доволен. Тут есть всякие плюшки типа горячего старта, форсажа дуги, антизалипания и всех вот этих вещей, которые облегчают процесс сварки. И скажу я вам, варить стало действительно гораздо приятнее. И наконец-таки доделал я свою сидушку. Поскольку за полтора месяца, естественно, шаблон был проеб... Простите, потерян. Я положил ее сверху на свою лягушку и результат мне вполне себе понравился. И, кстати, именно потому что прошло очень много времени и именно потому что был потерян вот этот вот шаблон, вначале и было мое удивление, когда я увидел, что ножек должно было быть три. Шлифовка. Теперь все это дело надо зачистить и довести до блеска. Напомню, что центральная часть должна быть чуть выше, чем все остальное. Делаю все это примерно на глаз, поэтому периодически приходится проверять. Дальше шлифую все это дело с помощью корчетки. Когда вы используете корчетку на болгарке, настоятельно рекомендую одевать что-то все-таки поплотнее, чем майка. Иначе можно нахватать в себя иголок. И самое главное, конечно, защищайте глаза. Если такая штучка прилетит вам в глаз, приятного будет мало. Дальше ножки отмеряем, отрезаем. Поскольку ножки будут крепиться к сидению под небольшим углом, я делаю шаблон для того, чтобы на всех четырех ножках был одинаковый угол. Шаблон этот очень простой. Под 10 градусов я прикручиваю фанеру, чтобы уголочек трубы торчал. И просто срезаю лишнее, чтобы было ровно. Дальше сажаю ножки на четыре жирные прихватки и проверяю, как же это все работает. Если честно, я думал, что сидеть будет гораздо неудобнее. Но несмотря на то, что сидение металлическое, тем более такой, ну скажем так, не самой плоской формы, относительно удобно. И перед финишной шлифовкой осталось сделать центральную подножку. С помощью болгарки выбираю в трубе выемку, проверяю высоту и привариваю. Дальше с помощью гравюра я зачищаю эти пятачки внутри. До фабричного идеала не довожу, потому что мне хотелось бы, чтобы это все-таки, поскольку стул рабочий, мне хочется, чтобы у него присутствовалась такая небольшая небрежность. С помощью той же корчетки довожу все до блеска. И тут мы переходим к элементам дизайна, если, конечно, все, что было до этого, вам мало. Вот из таких вот брусочков я вырезаю деревянные чопики, которые должны соответствовать внутреннему диаметру 22 трубы. Эти чопики я буду забивать в те части сидения, которые соединяются у меня с ножками. Во-первых, мне показалось это интересно, во-вторых, в эти дырочки ничего не будет проваливаться и застревать в ножках. Спиливаю лишнее лобзиком и дальше шлифую сначала болгаркой, потом руками. Ну и осталось чем-то защитить мой стул. Красить и изменять цвет металла я не буду, я буду использовать исключительно лак. Поэтому для начала все обезжириваю и дальше покрываю лаком в три слоя. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok